На сегодняшний день у нас за последние сутки зарегистрировано 56 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 46 – это город Якутск. Есть по два одному случаю в ряде районов – Нюрбинский, Верхневлюйский, Меринг-Ангалаский, Таттинский, Нюрнгринский. В целом ситуация достаточно стабильная. За сутки проведено 2841 тест на коронавирусную инфекцию. При этом хочу отметить, что, к сожалению, у нас растет количество тяжелых больных. Их всего у нас 39 человек. Из них 10 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Видим, что есть случаи распространения в районах. В основном через случаи внутрикорпоративные, семейные, различные праздники, свадьбы, юбилеи. К сожалению, есть случаи также попыток организовать какие-то массовые мероприятия, типа концертов. В частности, в Мирнинском районе был такой вопиющий случай. Конечно же, эти все мероприятия приводят к тому, что у нас просто в тех или иных районах начинает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И здесь, конечно, людям надо понимать, что соблюдение ограничительных мер, элементарных ношений, масок, недопущение таких больших скоплений людей в общественных местах, конечно же, это требование времени. Сейчас начались уже работы по подготовке к открытию учебного сезона с 1 сентября. Работа началась по всей республике. В принципе, мы считаем, что учебный процесс начнется в установленные сроки. Конечно же, надо на местах органов муниципальных образований провести работу по подготовке помещений школ. То есть, установление рециркуляторов, обеззараживателей воздуха, это тоже сегодня уже требование времени. Причем, это, наверное, даже касается не только и сколько ковидной инфекции, но и в целом улучшения здоровья наших детей. Поэтому в этой части работа по республике сегодня идет и также уже в ближайшее время начнется работа примерно через две недели по началу прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Это тоже абсолютно необходимо, потому что мы понимаем, что как раз возникновение таких ростов заболеванием тем же гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями, оно может привести и к усилению вот так называемой второй волны пандемии коронавируса, которая сейчас весь мир очень боится и ждет. И, судя по данным, в некоторых странах вот такая вторая волна уже началась, поэтому здесь расслабляться нам никаким образом нельзя. Спасибо. 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 Спасибо.